И, наверное, чтобы нам уже закругляться, скажу я, вот, следующая книга, знаете, очень важно читать современную биологию литературы, очень важно. Для чего? Для того, чтобы не терять связь столь с реальностью, потому что можно всю жизнь читать великую замечательную литературу Сырванца, Зеевского, Толстого, в общем, надолго не принимать современную литературу? Можно, конечно, можно. Но литература, да, помогает нам, в чем? Осознать себя, увидеть себя в этом мире и сопоставить с своим переживанием и посмотреть, как это делает твой современный, как он живет. Не делает книгу, да, а как он живет. И здесь, конечно, для меня осталось событие в последнее время, вот книга, калиды, прозы. Ну, а я всегда считал, что, конечно, прозы очень серьезные, мне было, я не скажу, что кто этот, чтобы журеть об этом, но вот это заклание своего писательского крупного, громого дара, вот этому явлению, как театра, это, конечно, такое, уже что-то приношение серьезного, очень правильное это явление, но тем не менее. Вот эта книга, конечно же, я объясню, это сборник рассказов, человек, который, скажем, любит произведения сложноустроенные, да, сюжетно устроенные. Ну, возьмем, например, мы сравним книжку, как она называется, я уже забыл, Петрова Грибе, да, и вот книжку калиды. Конечно, человек показывает, ну, без хитрости, как-то просто, а что там все время у автора, ну, все время, я понимаю, что Кириллу понравилось, там все время подходит сюжет, там все время таблетка меняет, меняет, меняет все, и вот такая такая происходит сюжетная машина, как-то, в какой-то момент даже вот в этой сюжетной конке закрывается, здесь человек, что делает, абсолютно спокойно, даже просто, понимаете, рассказывает, что? О простых людях, понимаете, да, и при этом это не является привитивным искусством. В общем, конечно же, да, если бы, вот мне попалась такая книга, например, 25 лет, когда я был, как бы, в поиске сверхсюжета, вот этой машины сюжета, я бы, конечно, думал, ну, как это так просто, что так не склеивает, и, ну, это не идея. Вы знаете, сейчас я совершенно подумал, добиться этой простоты и, главное, добиться, знаете, если ты читаешь автора, да, и ты понимаешь, что за сюжетом присутствует поле автора, это, конечно, так сказать, какое-то шаманство, но абсолютное присутствие поля автора, его идентичность, его я, да, и здесь, конечно же, ты являешься тому, как автор достаточно смело рассказывает это простых людях, простых историй, это надо в наше время это пометь сделать. Я думаю, что автор Петрова «Гриппе», в общем, сделав такой сюжет, матронный, да, значит, глубокое размышление, потому что надо сделать огромный путь вот к этой простоте, огромный класс. Вот, в общем, я вам рассказал все, что мог. Если есть вопросы, если нет, мы разбегаемся. Нам у нас лежит теми нестрашные. Я извиняюсь перед теми, кто думает сейчас, то есть, в отразности того, чтобы прийти сюда, сейчас мы в кино, он смотрел. Или в «Паркушин» кушал, или еще что-то, телевидение, милая, я бы посмотрел. Или еще в театр, он смотрел, мы скажем, вот Сафарова, и как отца, да, как мы его любили все. Он заходил под деревья русской медики, кто не знает, и комната наполнялась светом. Нет человека. Все. Тишина, бутыня. И мы все время, а это тут английские люди, мы все время вынуждены люди так перепридумывать, рефлексировать. Потому что ты рефлексируешь, ты превращаешься вот, такое какое-то животное на боли, номер, номер, как там, он это называется? Боли, не могу, я еще. Да. Понимаете? Поэтому деваться нам некуда рефлексировать. Ты даже вот так вот руку поднимаешь, я читал, на эту швили, опять. Вот руку поднимаешь, и у нас все просто, да? А на самом деле, это шестой процесс. Дальше поднять руку. То есть, это желание, которое не появляется, ну, физиологи нам скажут, что, ну, там, процессы, происходит, нейроны и так далее, взаимодействие. Но на самом деле, ну, никто не может объяснить, чего, как происходит процесс, да, как происходит вот этот перемен, этот чудесный, если не письменность жизни, с которой мы каждодневно, ежесекундно остаемся и начнем. Замечательная литература, это то, что помогает нам не только, да, даже в прикладном смысле, но и пытаться понять, где же, чего же и куда же. А вот, кстати, о театре можно спросить, да? Вот вы очень востребованный драматург, вот в этом году у вас опять, например, у Мерзоева премьера была, и причем не первый раз, как я поняла. А мне всегда интересно, драматурги, они всегда довольны постановками своих пьес? Вот вы, например. Ну, у нас здесь, вот смотрите, у нас часто как минимум, вот здесь у нас еще пять драматургов. Давайте сидим. Аня, в этом это замечательно, Надежда, Вячеслава Новгород, что недавно писано, писала, ЖДК Брэль очень классный пьес. Дальше Семен Вяткин и потрясающий Олег Михайлов. Ну вот сейчас хочется ваше мнение узнать. А их я потом спрошу. Нет, это кошмарно. Вчера же, ну то, что показывали, вот там, в Черном театре, на самом деле, я же сидел, я понимал, что они испытывают. Олег, ты пишешь одно, видишь, бедный, 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 бедный шоу. Вчера сидел, знаешь, с уходом пришел. Как он это страдает? Нет, это невозможно. Ты все время, вот это, в Семене, журкий стыд. Когда Лариса Давидовна Немченко царством небесного рассказала, уже правда ведь? Она говорила, Васю спрашивала себе, Васин, тебе же понравился пластилин серебряный? Она спрашивала, Васю, да, это потрясающе спектакль. Ну, потом, я говорю, у меня Олег. Тоже. Нет, никогда это не будет. Даже когда Холида сам ставит свои пьесы, он не приближается к тому, как он будет, понимаете? Вот я только хотела спросить, а не возникло ли в связи с этим у Вас желание самому поставить? Хоть таки ставим. Ну, просто я... Это, понимаете, это другая, не только профессия другая, это вообще другое все. Вообще все абсолютно другое. Самое счастливое, это писать лишь на пьесы, какие-то там огромные деньги зарабатывать. Кто? Я не знаю таких людей, которые у нас зарабатывают, и этим в полной мере живут. Не используя, значит, или там свои актерские данные, то есть, к тебе бедные приедут опять на скакать, рвать жилы, ужас-то тут. Ну, кто? Да нет, но о чем вы говорите? Или же у тебя небольшие запросы. Вот. Да? Да. Мамин себе просто не комучивает. С таких упреков коллега, просто сидит и смотрит. Это что-то не опасное. Понимаешь? Нет, никогда-никогда. Это неправда все. Неправда. Это все по-другому. Бедствие для грамотинга начинается, когда ты пишешь пьесу. Например, я долго с этим боролся, я работал в пьесе, и я представлял, что в коробке сцены театр и мировоззрительный. Слева портал, справа портал. Ты даже, например, познаешь, как ты и пьеси фонарились. Это ужас. Так нельзя. Я помню, когда я поступил, календарю, да что это такое? Быстро я понял, потому что я начал это купление, сообразительное в этом смысле, и все. Понимаете? Ни в коем случае. Это литература. Надо заниматься чем? Литературой. Литературой. А не прикладным. Понимаете? Прикладным занятием. Хотя нужно ехать, тоже делать. Скажи, где-нибудь, куда-то, Олег, люби. Нет, посмеешь же, про нетленки, про наши все. Но по большому счету, так и есть. Сейчас иду, рассунуешь, на самом деле. Поедем там, еще на горы. Нет. Можно краткий вопрос? Последний. А название в пьесах? Это как провокации мертвые уши, дышневый ад. Я хотел сказать, я хотел сказать, дышневый зад. Вопрос остается прежним, это провокация. не хватило, не хватило, но кишка, пылька, на самом деле. Потому что, что касается, там же в семье с объяснением, мертвые уши, что такое. Я всегда говорю, ну, сидит человек, да, занимается солидарными делами. А тромбередка не идует. Ну, вот, тут уж не отрывают, уши остаются. Абсолютно все просто. Точно так смешно с названием. Там артисты на репетиции просто издевались над режиссером и выбравили буквы. Это была травма такая. То есть, название, конечно же, очень важно. Например, вот вчера было название пьесы «Весьба». У романа точно было. «Весьба». Ну, конечно, кому-то не смело так назвать. При этом, видимо, не желать, чтобы это было где-то поставлено, я не знаю. А название там, как девочка-лида, как хорошая девочка-лида. хорошее название, Понимаете, да, мило, посиди, время проведем. Весьба, пойдем, никогда. Нет, это, знаете, театр, такая штука, как Шеспир называл, да, трепис? Ну, грубо говоря, Сережа, царь, Петр, вот так он называл, Гамлет, Гавлир, Ромео Жюльетто, Роман, Гюллир, Гавлир, нетения на эту почву умения, а дальше уже, конечно же, эпоха. 20 века нам стало предлагать невероятное решение, там, да, когда Митерлир назвал свою пьесу «Слепые», пойдем ли мы на слепых? Ну, наверное, давай-ка сходим. Чего там делать слепые, да? То есть, 20 век нам стал предлагать провокацию искусства, и сегодня, в общем, конечно, без провокации названия, да? А чтобы, право, как раз, не Богу это говорит, не обойтись никак. Никак. Кроме всего прочего, если все названия переделать, обязательно сделав по себе, но это тоже будет. в этом смысле театр Калиды, мне кажется, абсолютно уникальное явление, это абсолютно напросто история от начала до конца. И вот за этим наблюдать, хотя много лет наблюдать, это очень интересный опыт, очень интересный, наверное, драматичный, но вот так, говоря современным языком кого, не знаю, строителей, как бы мечту под ключ сделать, но кто-то так не делал, никто, мы никого назовем, из кого любимого они не имеют, там был директор у любимого, все под меня, вот так вот, это вот такой единственный, пожалуй, пример, потому что пытался сделать, это Анатолий Васильев, где он, Анатолий Васильев? Где? Мы должны знать, где? Во Франции? Спасибо.